Это Громадская на русском. Сегодня говорим о политическом преследовании посредством Интерпола. На связи с нами один из основателей движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов. Мухтар, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мухтар, расскажите, при каких обстоятельствах вам пришлось покинуть Казахстан и почему вы оказались в списках Интерпола? Я уехал в 2009 году, в конце января. Дело в том, что я узнал, что предполагается захват моего банка по политическим мотивам. Назарбаев требовал, чтобы я отдал 50% доли своего банка, его личную собственность. Во-первых. Во-вторых, он таким образом хотел меня контролировать, чтобы я не финансировал оппозиционные силы страны, не занимался политической деятельностью. И буквально за несколько дней я узнал, что предполагается захват моего банка и соответствующий арест с обвинением в экономических преступлениях. Я успел покинуть Казахстан и уехал жить в Лондон. Это было в 2009 году. Ну, собственно, я там несколько лет занимался публичной активной политической деятельностью, поддерживал различные оппозиционные силы, партии оппозиционные. Но у нас, конечно, не такая ситуация, как в Украине, когда оппозиционные партии могут свободно работать, создавать штабы, функционировать. В Казахстане совершенно другая ситуация. Фактически любые оппозиционные силы подвергаются гонениям, преследованиям, нападениям со стороны спецслужб. Руководитель сражает в тюрьму. И поэтому наша борьба происходила в очень сложных условиях. И в итоге все дело закончилось тем, что 31 июля 2013 года по запросу Интерпола, который был организован Казахстаном, и запрос сделали три страны, Казахстан, Россия и Украина, я был задержан 31 июля на юге Франции по запросу, в первую очередь, Украины, которая искусственно сфабриковала уголовное дело, сделала запрос во Францию о моей их традиции. Это было в период, когда страной руководил Янукович. Вот, собственно, тогда произошел мой арест, существует определенная процедура, когда приходит запрос по линии Интерпола, полицейские задерживают, после этого приходят документы, суд начинает рассматривать. В общем, эта процедура длилась несколько лет. И больше трех лет, почти три с половиной года я находился во французской тюрьме, ожидая решения по экстрадиции. Ну и, собственно, 9 декабря 2016 года я был выпущен, и Высший административный суд Франции принял решение, что за преследованием стоит Казахстан, что это политическое преследование, а Украина, Россия используется Казахстаном, и фактически Украина, Россия злоупотребляет тем, что они являются участниками Международной конвенции. Вот, собственно, вся история, если коротко я ее озвучу. В чем Вас формально обвиняли? Каждая страна, Казахстан, Россия, Украина, значит, обвинение у них было основное, это экономическое. Если говорить о Украине, то якобы я там какие-то совершил нарушения, нарушение, хотя Украина там в итоге в самом запросе четко пишет, что ущерб нанесен Казахстан, да, бам, спрашивается, при чем здесь была Украина. Но при этом пропаганда Казахстана и, собственно, Украины везде писала, вот там он нанес ущерб, ограбил, значит, представители, юристы Казахстана, Ильяша и партнеры везде распространяют в средствах массовой информации Украины ложь о том, что якобы я нанес ущерб Украине, хотя, я говорю, сами документы показывают, четко подписаны прокуратурой, что Украина к этому никакого отношения не имеет. Вот, и Казахстан сначала мне предъявлял иск, что 4 миллиарда, потом 6, а когда я вышел из тюрьмы, она стала 7 миллиардов, 7,5 точнее, а затем в июне они приняли, это был заочный суд, меня судили заочно на 20 лет, это после того, как больше, чем 8 лет назад я уехал, они провели заочный суд, и вообще сумму объявили, ту, которую я должен, 60 миллиардов долларов, при том, что все кредиты банка порядка 15 миллиардов долларов. Ну, что называется, нет предела грубости вот этой пропаганды. Вот, и Россия, и Украина действовали совместно с казахской стороной. Казалось бы, две страны находятся в состоянии практически войны, взаимные санкции и все прочее, но вот именно взаимодействие по моему преследованию было удивительно согласовано со стороны прокуратуры, как Украины, так и со стороны прокуратуры России. Такая, знаете, какая-то любовь, вот, нечеловеческая. Вот, собственно, вот так обстояло дело. После того, как вас выпустили, вы все равно оставались в списках Интерпола, как я понимаю? Я оставался в списках Интерпола какое-то время, но при этом Интерпол тоже интересную позицию занял. Скажем, преследовался не только я, а довольно большое количество людей, которые со мной работали как в оппозиции, так и, собственно, в самом банке, и Интерпол последовательно всех снимал с розыска, при этом формировки были такие. В связи с тем, что господин Аблязов является политическим деятелем, преследуется казахскими властями по политическим обстоятельствам, значит, и, соответственно, такая формировка, мои соратники и товарищи по бизнесу освобождались от преследования и, собственно, поиска со стороны Интерпола, а я висел. Вообще была уникальная ситуация, то есть всех освобождают из прозыска Интерпола, ссылаясь на меня, а я сам находился в списке Интерпола. Ну, собственно, тем не менее, при этом Интерпол окончательное решение принял, я получил формировки, которые меня вполне удовлетворяют, которые совпадают с решениями высшего административного суда Франции. Что для этого потребовалось, чтобы быть исключенным из списков Интерпола? Что потребовалось? Ну, во-первых, сначала нужно было получить самое главное, наверное, решение высшего административного суда Франции, потому что Интерпол, на самом деле, имея тысячу доказательств о том, что я являюсь политически преследуемым, еще когда в начале 2000-х годов я занимался политической деятельностью, было решение, резолюция Европарламента, в котором четко было озвучено, что я политически преследуемый человек, то есть еще в далеком 2003 году. И более того, все правозащитные международные организации объявили, что я являюсь политическим узником и политическим преследованием. К сожалению, Интерпол, структура, в которой присутствуют самые различные страны, в том числе и диктаторские, стал использоваться как инструмент преследования политических фигур, или преследования вообще, скажем, не связанных с уголовным преследованием, а именно когда те или иные страны фактически осуществляют монтаж и фабрикацию уголовного дела. Поэтому, если говорить, что нужно, то, скажем, в моем случае нужно было очень много усилий, огромное количество усилий, чтобы фактически Интерпол должен был сделать то, что он должен был сделать сразу. А более того, он не должен был вообще, мне оборудово составить, сразу отказывать Казахстану, Украине, России говорить, что это политическое преследование, потому что я жил в Лондоне с 2009 года практически три года, и якобы Украина и Казахстан еще в 2010 году делали запрос, включая Россию, но при этом я жил свободно, меня никто не беспокоил, полиция Англии мне единственное предупреждала, что на меня готовится покушение, убийство или похищение, собственно, почему я в конце концов уехал из Англии. Вот, и все запросы со стороны Интерпола, английская судебная система и, собственно, полиция, они полностью игнорировали. И почему это не сделал во Франции, это отдельный предмет исследования, это был шел четкий лоббизм, здесь глава, бывший глава внешней разведки Скворсини был задержан, и сейчас против него уголовное дело возбуждено, он обвиняется в том, что в том числе участвовал, лоббировал интересы Казахстана по преследованию меня. И в этом преследовании очень много сильных структур лоббистских участвовало, в том числе бывший премьер-министр Англии Тони Блэр и много-много известных политических фигур. Вот, поэтому в моем случае для Интерпола что нужно сделать, вопрос, он такой сложный и глобальный. Хотя вот, я думаю, что достаточно для того, чтобы есть политические мотивации, чтобы Интерпол не применял, скажем, свои возможности по поиску того или иного человека. В моем случае все было сложнее. Пока вы находились в списках Интерпола, в базе данных Интерпола, какие у вас были проблемы? То есть, как вам это мешало? Знаете, я даже не знал, что я нахожусь в списке Интерпола до своего ареста. Я узнал о том, что я в списке Интерпола через несколько лет после того, как фактически это произошло. То есть, мне сказали, что Украина где-то в 2010 году поставила мне розыск. Собственно, и Россия, и Украина, Казахстан, все три страны одновременно сделали запрос по валению Интерпола на розыск. Я об этом даже не знал. Я свободно перемещался по европейским странам и не предполагал, что все произошло вот так, неожиданно. А после того, как вас выпустили, я как понимаю, вас же не снимали все равно, да, из базы розыска Интерпола? Вы все равно в ней находились. Да, не снимали. Проносило ли вам это? Меня не снимали, но я не мог покинуть территорию Франции, потому что я, соответственно, отдал документы на получение статуса на постоянное проживание на территории Франции. И я был без тревел-документов, то есть я не мог кидать территорию Францию без получения этих документов. Поэтому, собственно, мне это ничем не угрожало, пока я отходился на территорию Франции. А если бы я покинул территорию Франции, то, конечно, бы в другой стране опять бы началась процедура задержания, экстрадиции и все прочее. Поэтому после того, как меня сняли, у меня этих проблем нет, а до этого могли такие проблемы быть. Большое спасибо. С нами на связи был один из основателей движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов.